Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений. Мне в день примерно 15-12 человек пишут в личку с вопросами о разработке мобильного приложения и очень часто звучит такой вопрос, что выбрать кроссплатформенную разработку или нативную разработку. Причем этот вопрос задают как начинающие разработчики, так и собственники бизнеса, которым нужно мобильное приложение. Вопрос очень спорный и явно требует освещения. Все что будет в этом видео это мое личное мнение, ну что ж, давайте поговорим, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем, поехали. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно, для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Давайте для начала определимся в понятиях. Кроссплатформенная разработка это разработка в данном случае мобильного приложения сразу по две платформы, под Android и iOS. Нативная разработка это разработка мобильного приложения под конкретную платформу на родных для нее технологиях. То есть при нативной разработке у вас в итоге будет разработано два приложения, одно под Android, другое под iOS платформу. При кроссплатформенной разработке у вас будет в результате одно приложение, которое будет более или менее адаптировано под обе платформы одновременно. Неплохо, не правда ли? Но это выгода обманчива. Не все столь прекрасно, об этом мы и поговорим в этом видео. А пока давайте разберемся со стеком технологий, который нам потребуется при разработке. При кроссплатформенной разработке мобильных приложений сейчас господствует Flutter. Приложения с помощью Flutter создаются на языке программирования Dart. Это разработка компании Google, что хорошо для Android, но очень плохо под iOS. Так как эти две платформы, которые друг друга не очень хорошо, скажем так, переносят, мягко говоря. И поэтому создание приложения на гугловской технологии под iOS, это очень сомнительная затея. Ну а по поводу нативной разработки, под Android мы конечно же пишем на Kotlin, под iOS на Swift. Плюс там есть свой стек технологий, например под Android стек технологий это такие библиотеки как Retrofit, Dagger, Coin, Room, то есть библиотека по работе с базой данных и многие другие. Я выделил несколько аспектов, по которым мы пройдемся. Сравним два этих вида разработки. Оценивать я буду по бальной системе от 0 до 1. Итак, поехали. Дизайн. При разработке кроссплатформенного приложения, ваш дизайн будет в корне отличаться от дизайна Android и iOS приложений в принципе. То есть даже чисто визуально будет видно, что ваше приложение это не Android и не iOS приложения. Почему так происходит? Все просто. При разработке приложения на, допустим, Flutter, для создания визуального UI интерфейса приложений, то есть для создания всех виджетов, используются родные для Flutter виджеты, то есть только те компоненты, которые поставляют с фреймворком Flutter и которые явно являются чужими для Android и iOS. При нативной разработке, так как мы используем родные технологии для платформы Android и iOS, то мы наполняем UI интерфейс родными для этих платформ виджетами. При нативной разработке наши приложения выглядят как надо, то есть как нормальные Android и iOS приложения. По этому пункту выигрывает, конечно же, нативная разработка с перевесом в 1 балл. Идем дальше. Производительность Нативные приложения работают быстрее, нежели кроссплатформленные приложения. Это вызвано также тем, что нативные приложения разрабатываются на тех технологиях, которые являются родными и понятными для этих двух платформ. И учитывают все особенности и нюансы функционирования как платформы Android, так и платформы iOS. Разработка кроссплатформленных приложений осуществляется на чужих для обоих этих платформ технологиях. И поэтому не могут учитывать всю специфику их работы. Кроме того, в нативной разработке в случае, если приложению нужно работать с железом смартфона или учитывать какие-то особенности платформы Android или iOS, так вот в этом случае нативная разработка справляется на ура, что нельзя сказать о кроссплатформенной разработке, которая очень плохо справляется с работой с железом. По этому пункту вывод следующий. Нативные приложения работают стремительно, кроссплатформенные будут работать медленнее, а иногда и даже тормозить. И по этому пункту у нас также выигрывает нативная разработка. А мы идем дальше. Размещение приложения в App Store. Тут нюанс касается именно iOS платформы. При размещении приложений в App Store, iOS очень чепетильно относится к размещению приложений и негативно смотрит на те приложения, которые разработаны были не на нативной технологии, а именно не на языке Swift. И такой щепетильный подход к размещению приложений. В целом вся закрытая политика компании iOS относительно своих продуктов дает нам право с 80% вероятностью ожидать, что в скором времени возможно iOS перестанет публиковать в своем магазине кроссплатформенные решения, а возможно и вовсе удалить оттуда имеющиеся кроссплатформенные приложения. И вот этот уже аспект сделает кроссплатформенную разработку бесполезной. По этому пункту также побеждает нативная разработка. Стоимость разработки. Вот тут есть о чем нам поговорить. Существует такой миф, что кроссплатформенная разработка в два раза дешевле и проще. На самом деле это не совсем так. По факту при кроссплатформенной разработке нам все говорят, что нужно разработать просто одно приложение по две платформы и все. На самом деле это не совсем так. Вы разрабатываете приложение под андроид платформу сначала, а затем должны ее адаптировать и под iOS платформу хотя бы под базовые требования платформы на сегодняшний день. Поэтому если вы разработчик, то вам все равно нужно разбираться в обоих платформах. И так как нужно все равно заниматься с двумя платформами, поэтому кроссплатформенная разработка никак не может быть дешевле прям в два раза. В лучшем случае она будет дешевле на 30%, а иногда она по стоимости выходит как и нативная разработка. Но на самом деле есть очень бюджетный сегмент рынка, да есть там много заказов по кроссплатформенным приложениям, которые очень часто в два раза дешевле нативной разработки. Но с такими бюджетными заказами я лично бы не хотел бы работать, но об этом чуть позже. По этому пункту у нас оба вида разработки получают по одному баллу. Давайте посмотрим на итоговый счет. С большим перевесом побеждает конечно же нативная разработка, но оно не удивительно. Если вы заказчик, вы должны задать себе вопрос, вам точно нужно неэффективно работающее с непонятным дизайном приложение? Вы точно хотите создать низкокачественный продукт? Если ваш ответ да, то это лично ваше дело и мне с вами не по пути. Если нет и вам нужен качественный продукт, тогда я вас полностью поддерживаю. Если вы разработчик, вы должны понимать, что переход и развитие кроссплатформенной разработки вызваны лишь одним единственным обстоятельством. Заказчики и собственники бизнеса, у которых мало средств и которым не по карману разработка нормальных, нативных, качественных приложений, захотели для своего бизнеса также создать мобильное приложение и сделать это как можно дешево. То есть вообще за копейки. То есть разрабатывая кроссплатформенные приложения, вы будете работать с бюджетным сегментом рынка, с бюджетными и малоплатежеспособными заказчиками, которые уже на этом этапе планирования своего приложения не хотят особо вкладываться в свой продукт и как следствие он выйдет некачественным. А теперь задайте вопрос, оно вам надо? Этот бюджетный рынок в свое время развалил сферу разработки сайтов, но с мобильными приложениями не так все просто и эта сфера не развалится, потому что мобильные приложения это не такой уж примитивный продукт как с сайты. Также задайте себе вопрос, вы хотите разрабатывать и творить за копейки? Вам точно нужны такие проекты, которые будут не особо качественные? Например, лично для меня это пустая трата времени. Грубо говоря, это время можно потратить на гораздо больше полезные занятия, а не реализовывать чей-то бюджетный проект. Самое главное, что вы должны понять, если хотите работать за хорошие чеки, то ваш выбор это нативная разработка исключительно на иностранном рынке. В общем-то я так и делаю, и ведь мой чек не подъемен для 70% русскоязычных заказчиков. Но тогда возникает вопрос, как изучить разработку подобия платформы? Я сейчас вам это и расскажу. В моем понимании идеальный путь разработчика такой. Вы осваиваете Android разработку и практикуетесь. То есть разрабатываете приложение примерно год, после чего покупаете себе MacBook и осваиваете iOS разработку. При таком подходе за 2-3 года вы станете отличным разработчиком под обе платформы. Причем вы не будете мучать себя кроссплатформенной разработкой в ожидании того, что будет с ней дальше. А сможете нормально разрабатывать качественные нативные приложения. Ведь разрабатывая именно нативные приложения, вы всегда будете актуальны как специалист и всегда сможете создавать свои крутые проекты. Потому что нативная разработка, она и есть нативная разработка. Она по умолчанию является качественной. А кроссплатформенная разработка это такое баловство для бюджетных проектов. Вот такое мое мнение. Я решил снять это видео, так как много вопросов по этой теме задают мне. И все начинающие разработчики не занимаются ни тем, чтобы изучать, например, начать с Android разработки, а сидят в раздумьях, смотрят различные видео на эту тематику и думают, что же им начать изучать. И поэтому они не совсем понимают, как обстоят дела. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok